И как-то вы чуть-чуть уже начинаете двигаться, и вы уже начинаете жаловаться на головокружение. И нужно радоваться. В первую очередь, вот для тех, кто поставил плюсик, ребят, то есть у вас все прекрасно. Какие-то неосознанные вот клиенты пошли, тошнит, то есть вот тогда что делать? Она меняет свой кислотно-щелочной баланс. Он начинает сужать сосуды головного мозга. И со временем все это становится у нас более жестким и фиброзным. Если вы пользуетесь только 500 мл, то есть особенно если не нагружаете себя, зачем нам такой большой объем? Мы дышим кружкой, буквально двумя. То есть первый потребитель это мозг, то есть не мышцы. Если вы пошли в горы, где у вас разряженный воздух, то вам будет легче. То есть наша грудная клетка должна быть эластичная. Не хочу делать упражнения с акцентом на дыхании, у меня голова кружится, тошнит. То есть вот тогда что делать? И что делать с этим головокружением, которое возникло временно? И вы себя не узнаете, вот серьезно. Сегодня мы обсудим, почему у некоторых людей в процессе нагрузки кружится голова. Что такое синдром гипервентиляции? Что с некоторыми людьми, которые приходят, например, в тренажерный зал, и им постоянно душно? Они открывают окна. И что с этим синдромом делать? И при чем тут мобильность нашей грудной клетки? И как эта мобильность связана с дыханием? Все, поехали. Я думаю, что подключились люди и основной контингент. И наша нервная система собирает информацию постоянно. И точно знает, сколько нам нужно кислорода. И об этом узнает наш мозг. Потому что от сонной артерии поступает информация об анализе химического состава нашей крови. И исходя из этого состава, наш мозг запускает процесс вдоха или выдоха. И мозг, вот он берет и взвешивает, сколько у нас О2, сколько у нас СО2. И если у нас мало О2, то что нужно сделать? Нужно вдохнуть. Если у нас много СО2, то нужно выдохнуть. Это такой первый механизм нашего дыхания. То есть вот так мы дышим. Дальше у нас есть рецепторы в тканях легких. И особенно плевра легких насыщена рецепторами. И когда вы сделали растянуто, вдох, вдох, вдох. Вот попробуйте сейчас хорошо вдохнуть. И если вы тренированы, то вы можете дыхание задержать. А если вы не тренированы, то скорее всего у вас появится желание выдохнуть. И не потому, что у вас много СО2, а потому, что вы растянули плевру легких, вы пробудили вот эти рецепторы, которые сейчас возбуждены. И они сигналят вашему мозгу, выдыхай, выдыхай, выдыхай. И дальше, когда вы выдохнули, если вы выдыхаете прямо весь воздух, то вы снова стимулируете рецепторы, которые сигналят мозгу, что обратно вдыхай. То есть такой это интересный момент. То есть первый механизм – это анализ химического состава артериальной крови. И второй механизм – это ваши рецепторы. То есть рецепторы растяжения и сжатия, которые тоже включаются, когда мы дышим нашими легкими. И наши легкие до 6 литров в объеме, как правило. То есть мы не дышим в повседневности всем этим объемом, естественно. И представьте такую вот шкалу. Вот ноль, вот шесть тысяч миллилитров. И посередине этой шкалы, вот, здесь всего 500 миллилитров. И это достаточный объем для дыхания в повседневности. И мы же не дышим вот так полной грудью. То есть вдох, потом выдох. То есть это неэкономично. И что такое вообще 500 миллилитров? То есть это чуть больше вашей кружки. Это вообще маленький объем. А ваши легкие обладают гораздо большим объемом. И мы, оказывается, можем, не останавливаясь, дальше выдыхать, выдыхать, выдыхать. И вы можете выдохнуть литр легко. И дальше после этого литра у вас есть еще и резервный выдох. То есть еще дальше можно выдыхать. И также вы можете, не останавливаясь, потом вдыхать и еще и сделать до вдох. То есть есть еще и резервный у нас объем вдоха. И вот для чего вообще нам такие объемы, ребят? Давайте вы напишите в чат. То есть мы дышим на протяжении нашей жизни в процессе бытовой активности вот этими 500 миллилитрами. А все, что дальше, оно для чего? Напишите, пожалуйста, очень интересно. По поводу ходьбы на пятках. Давайте вы напишите в комментариях к этому видео, к сохраненному эфиру в моем инстаграм. Все вопросы, и я отвечу. Жду. Жду еще варианты в чате. То есть зачем нам такой большой объем? Мы дышим кружкой. Буквально двумя максимум. Что за 6 литров такие? То есть мы не созданы наверняка для того, чтобы мы погружались в воду, как это делают фридайверы или пловцы. Возможно. Про запас. Вот вопрос, для чего? Еще варианты. Здесь на самом деле все очень просто. Вот, на случай экстренной ситуации. Прекрасно. Топ-контент. Да, спасибо большое. Я действительно стараюсь делать качественные вещи, чтобы было все понятно, а не только просто страшно и плохо. Когда мы особенно про какие-то проблемы говорим, да. И такие объемы нам нужны для экстренных ситуаций, когда начинается нагрузка. Потому что у нас два основных потребителя кислорода. И все вы знаете эти потребители. То есть первый потребитель – это мозг. То есть не мышцы. Первый потребитель – это мозг. Он жрет. Реально. И второе – это мышцы. И когда мышцы начинают работать, то вы переходите на более объемное и учащенное дыхание. И если ваш дыхательный объем хороший, то у вас хорошее конкурентное преимущество. Если вы пошли в горы, где у вас разряженный воздух, то вам будет легче из-за большого дыхательного объема. И вот очень важный момент. Для того, чтобы этот дыхательный объем использовать, какая должна быть грудная клетка? Напишите тоже в чат. Что с нашей грудной клеткой? Какая есть зависимость между дыханием? То есть причем здесь наша грудная клетка по отношению к дыханию, про которое мы говорим. То есть все мы знаем, что наша грудная клетка, она закрепощается. Закрепощается от современного образа жизни из-за долгих длительных положений, сидя. И причем здесь наша грудная клетка и наша эффективность правильно дышать. Вот по поводу зажатых мышц и подвижности. Очень хорошо. Давайте продолжим. То есть наша грудная клетка должна быть эластичная. Поэтому если ваша плевра легких жесткая, если ваша грудная клетка жесткая, то вы не сможете использовать резервный объем вашего дыхания. Ваше дыхание становится более поверхностным. И когда вы начинаете, например, бежать марафон, то у вас все вот здесь сверху. Очень часто на это не обращают внимания люди, которые занимаются, например, легкой атлетикой. И одна из целей таких специалистов, как я, по движению, это работать с улучшением эластичности. С эластичностью плевры легких, с эластичностью самой грудной клетки, межреберных мышц. И вот грудная клетка, это не совсем корректное слово. Я бы даже сказал, рёберная корзина. То есть есть понятие грудная клетка, а есть понятие рёберная корзина. И как вы думаете, какое лучше понятие физиологически подходит по отношению к нашему телу? И клетка это что-то жесткое, что не совсем корректно. А наша рёберная корзина, я очень люблю именно заменять этот термин на рёберная корзина. Потому что она подразумевает более хорошую эластичность, чем просто грудная клетка. Поэтому я не совсем классическим словом её называю всегда. И со временем всё это становится у нас более жёстким и фиброзным. Если вы пользуетесь только 500 мл, то есть особенно если не нагружаете себя, то есть вы только этой кружкой пользуетесь, и всё. У вас нет вдоха полной грудью, выдоха, довдоха, довыдоха, то есть резервного вдоха, резервного выдоха. Поэтому есть смысл заниматься дыхательными практиками. Это не какая-то эзотерика, как многие, например, думают. И вы, если не используете своё дыхание глубоко, то плевра лёгких становится тоже жёсткой. И чтобы плевру сделать эластичной, должно быть просто глубокое и длинное дыхание, которое опять же зависит от мобильности вашей рёберной корзины. Вот с этим, я думаю, что должно быть понятно. Теперь давайте про гипервентиляцию. Как я сказал, нервная система собирает информацию, и она 100% знает, сколько нужно кислорода. И исходя из состава кислорода, наш мозг запускает процессы вдоха и выдоха. Он постоянно взвешивает, сколько О2, сколько СО2. И запомните, что тело использует ровно столько кислорода, сколько необходимо. То есть телу нет смысла перенасыщать нашу кровь кислородом. И нам необходимо ещё раз ровно столько, сколько необходимо. И если мы начинаем слишком много кислорода и вдыхать, и вдыхать, и вдыхать, то наша кровь начинает менять свой состав, она меняет свой кислотно-щелочной баланс. Вот мы сейчас про всех говорим людей, у которых имеется головокружение, то есть кого беспокоит эта проблема. И также дальше я скажу про людей, у которых есть головокружение не только при нагрузке. Естественно, если у нас нарушается этот кислотно-щелочной баланс, это становится потенциально опасным для мозга. Вообще поставьте плюсик в чат те, у кого есть эта проблема, у кого кружится голова в процессе нагрузки. Также, возможно, у кого это имеет хронический характер. Я подожду чат. То есть кому вот это вообще знакомо? Возможно, не то чтобы постоянно накружится у вас в процессе нагрузки или вообще в течение жизни, то есть иногда, да, то есть в каких-то ситуациях. А вообще, если вы сталкивались с этим и понимаете, о чем речь. Вопросы, ребят, вы сможете задать в моем Инстаграм в сохранении этого эфира. Вы можете перейти в мой профиль Инстаграм и задать вопрос там. То есть если он не по теме, я, чтобы не путать себя и не путать вас, здесь не буду уделять времени для того, чтобы отвечать. Вижу связь. И если кислорода слишком много, то мозг считает для себя это слишком опасным для клеток. И что делает мозг? Он начинает сужать сосуды головного мозга. И что вы испытываете? Вы испытываете, конечно, головокружение. Вот так вот, да? Поздравляю. И в этом случае первое, что нужно делать, это радоваться. У вас все прекрасно и хорошо, ваш мозг на чеку, центральная нервная система на чеку. И нужно радоваться. В первую очередь. Вот для тех, кто поставил плюсик, ребят. То есть у вас все прекрасно. У вас работает охранная сигнализация. Вот Денис пишет, что бледнею, тошнит. Оставайтесь до конца. Я рассказываю о том, что с этим делать. Какая экстренная помощь может быть применена в этом случае. И что делать с этим головокружением, которое возникло временно? И вам нужно уделять достаточное внимание фазе выдоха. И когда мы дышим, если мы не успеваем избавляться от лишнего углекислого газа, и все делаем вдох, вдох, то у вас, естественно, смещается химический состав крови в сторону О2. Баланс нарушен. И если вы не будете уделять достаточное внимание выдоху, и давайте так, если вы как раз-таки будете уделять достаточное внимание выдоху, то у вас не будет смещения этого химического баланса. Но если с вами это уже случилось, то мы специально удлиняем выдох. И если у вас такая ситуация, например, такая, или вы тренер, и клиент вам говорит, что не-не, не хочу делать упражнения с акцентом на дыхании, у меня голова кружится, тошнит, то есть вот тогда что делать? То мы специально удлиняем наш выдох. Если вы делаете какое-то упражнение и ощущаете головокружение, то что если сделать так? Вдох. 1, 2, 3. И выдох. 1, 2, 3, 4, 5. И вдох 1, 2, выдох 1, 2, 3, 4. То есть специально удлиняя фазу выдоха, мы смещаем баланс кислорода. И у большинства людей с такой техникой тут же исчезает этот симптом головокружения. Вот с этим тоже должно быть понятно. Но если у вас прямо сильное головокружение, то вот что делать? Какую экстренную помощь применить? То в этом случае вы берете салофановый пакетик и мы начинаем в него дышать. И вот что делает этот пакетик? То есть мы через пакетик начинаем... Давайте вы напишите в чат. Что делает салофановый пакетик, если при таких симптомах, как головокружение, начать в него дышать? И особенно если это возникает у вас кратковременно при нагрузке. В скорой помощи используют часто такие пакетики, дают подышать. Углекислый газ, да. То есть таким образом мы выравниваем баланс О2 и СО2. И мы увеличиваем количество углекислого газа в составе крови. И сосуды головного мозга, они сразу расширяются обратно. И в крайнем случае можно подышать вот в ладошке, если у вас нет с собой пакетика. И эти мероприятия можно выполнить здесь и сейчас. И теперь давайте у людей, у которых хроническая гипервентиляция. Это, конечно, гораздо хуже, чем такая вот временная, про которую я сейчас говорил. Да, все написали практически, что углекислый газ. И есть такой диагноз. Поставьте плюсик, кто слышал, как синдром хронической гипервентиляции. И та гипервентиляция, в которую вы попали сейчас, это временный эффект, который вызван тем, что вы в практике не совсем правильно использовали вдох и выдох. То есть вы сместили ваш баланс О2 и СО2. И есть люди, которые находятся в этом постоянно смещенном соотношении. У них постоянно происходит нарушение этого баланса. И вот чаще всего это люди, которые прошли вот либо через сильный стресс, либо не сильный, но какой-то долгий. То есть, например, очень долго вы не могли найти работу. В общем, вот я там, я переезжал два раза за месяц. Поэтому у меня на роликах вот голова кружилась, недавно ездил кататься. Вот. И если вы долго находились в таких условиях, то вы как будто бы выживали для организма. И ваш организм переходит на это экстремальное дыхание. То есть организм считает при длительном стрессе, что вы в опасности. То есть на уровне биологии организм считает, что вы реально вот прям вот выживаете. И даже если вроде как есть у людей и поесть, и ничего страшного не произошло, то ваш мозг воспринимает эту потерю работы биологически, например, как страх, страх голодной смерти. Вот так. И тело запускает эти процессы биологические, которые погружают вас в синдром хронической гипервентиляции. И как выражается, вот как раз, как узнать о смещении. Вам не хватает хронически воздуха. Приходите в зал, вам душно. Или приходит клиент и говорит, что ой, тоже как ему душно здесь. И как-то вы чуть-чуть уже начинаете двигаться, и вы уже начинаете жаловаться на головокружение. То есть вот это ощущение, когда кружится голова, и также вы жалуетесь на ощущение слабости. И вот если у тренеров есть такие клиенты или вы узнали себя, поставьте плюсик в чат. И также в комментариях к этому видео у меня в Инстаграм, я сохраню, напишите, насколько много для себя вы новой и полезной информации получили в этом эфире. Также вы сможете там задать вопрос в комментариях. Если вы узнали себя, то вас лучше не погружать сразу в такое глубокое дыхание. Потому что как только такой человек начинает глубоко дышать, все, он уже в гипервентиляции. И таким людям не нравится пилатес, например. У них сразу паника при таких движениях. И таким людям, как правило, хочется интенсивность, а не возню на коврике какую-то с каким-то дыханием. То есть не нравятся такие занятия. И вот почему хочется интенсив таким людям? Потому что когда интенсив, что вырабатывается? Что вырабатывается в кровь, когда интенсивно работают мышцы? Напишите, пожалуйста. Бусик написал, что адреналин. Это второстепенно. Вопрос не к гормональной системе. Если бы вырабатывался вот направленность правильная по поводу кислорода, то есть вы правильно написали, но вопрос с точки зрения дыхания. Кортизол. Жду просто правильный ответ. Вот вижу, что с ником по-моему девушка 7016 заканчивается ник написала СО2. Просто последний нолик нужно на двоечку заменить. Так. И выбрасывается. Не буду томить. СО2. То есть когда мышцы начинают интенсивно работать, у нас вырабатывается СО2 в кровь и баланс в крови выравнивается. И таким людям становится хорошо. То есть у таких людей так, все. И таких людей будет тошнить от Пилатеса там и так далее. И когда люди занимаются по моим программам онлайн, то есть я прекрасно понимаю, что у многих вынужденная необходимость заниматься дополнительно в тренажерном зале или силовой нагрузкой. И это нормально. И многие тренера, я знаю лично, там вот в групповых программах они воспринимают таких людей так, что какие-то неосознанные вот клиенты пошли. Ушли от меня в тренажерку там или на силовую нагрузку на 3D ягодицы со штангой. То есть это вынужденная необходимость. И таким людям нужно поднимать СО2. И после силовой нагрузки таким людям можно дать упражнения на дыхание, мобилизации. И вы себя не узнаете, вот серьезно. То есть сначала вы даете, если у вас есть такие симптомы, силовую нагрузку и потом идете заниматься мобилизациями, то есть улучшением подвижности суставов, которые опять же позволяют увеличить ваш дыхательный объем и улучшают эластичность вашей реберной корзины. Как я уже сегодня в эфире проговорил. Друзья, всем огромное спасибо. Я этот эфир записываю со стороны на камеру в 4К. Она нагрелась сейчас очень сильно. Если она выключится, то не сохранится файл. Поэтому все вопросы, которые у вас есть, вы можете задать в сохраненном эфире в моем инстаграм. Напишите в поиск Пенкин Егор. Я на все отвечу. Всем продуктивного выходного дня. Большое спасибо, что вы были со мной и уделили время. Удачи и до встречи на тренировках.